Сказка в цирке не самый популярный формат. Встречается редко, от того и больше ценится. В новом шоу, которое стартовало на минувших выходных, есть все, что положено настоящей сказке. Волшебная история, коварные злодеи, великодушные герои и, конечно, мораль. Добро всегда победить. В центре сюжета злая ледяная королева, которая накладывает чары на Новый год. Задача зала и героев – найти Деда Мороза и разрушить колдовство. Мы постарались, чтобы каждый номер был сделан под спектакль, чтобы все это было одной линией связано. В финале первого отделения вы, конечно, можете увидеть главную, наверное, визитку нашего представления – это медведи с Дедушкой Морозом. Что как и театрализованно выглядит очень впечатляюще, так и трюки, которые представлены, на самом деле, очень серьезные, очень сильные, очень сложные. Маленькие зрители радуются появлению на манеже животных. А здесь их немало. Косолатые мишки, неуклюжие только на первый взгляд, своенравные кошки, которых еще надо убедить выступить, послушные лошадки, несущиеся по манежу и многие-многие другие. Я пришел сюда, чтобы увидеть медведя, как они ездят на велосипедах, катаются на самокатах, лазают по лестницам. Да, мне понравилось, как медведи выступали, как акробаты прыгали. Тебе понравилось представление? А что тебе больше всего запомнилось? Наверное, сказочник. Или котики? Котики. Взрослые оценят трюковую часть. Большинство артистов в прошлом – профессиональные спортсмены. Их номера получали награды на конкурсах и фестивалях по всему миру. Больше всего, конечно, я люблю выступления клоунов. Это как вот та нить, которая сшивает все представление. Я думаю, что у новогодней программы, которая сейчас идет в нашем цирке, благодаря компании «Росгосцирк», получилось угодить не только детям, но и взрослым, и вообще всем, кто придет посмотреть эту замечательную программу. Представление очень интерактивное. Зал участвует почти в каждом номере. Зрители вызывают на манеж стать частью конкурсов или предлагают зажечь фонарики, чтобы подсветить героям сказки путь. Никак не заскучаешь. Потому что каждый второй ребенок, он же с телефоном. Конечно, сложно, но мы как клоуны, мы подстраиваемся, придумываем старые шутки на новый лад. Потому что, как говорится, велосипед уже зачем изобретать, все уже давно придумано. Но приходится подстраиваться под нынешнее время и под нынешнюю молодежь. Шоу заряжает позитивными эмоциями и дарит новогоднее настроение. Если у вас еще его нет, пишите на представление. Сказочный цирк гостит в городе до 16 января.